Всем привет, дорогие друзья! Сейчас на YouTube прекрасный тренд, где программисты разных мастей рассказывают видос. Я изучал 10 лет программирования, чтобы рассказать вам об этом, поделиться быстренько опытом. И, к сожалению, ребята просто берут и переводят зарубежные видосы. Это полная хрень. И, допустим, мы возьмем видос инфо-цыганенка Виндертона. Да, он инфо-цыганенок. У него весь канал построен на тупом копировании зарубежных видео с пересасыванием одной и той же примитивнейшей информации. И самый близкий язык к программированию, по моему хамбл-мнению, тут это Си. Спасибо, Клим Саныч. Старались. Честно говоря, потраченного времени. Жаль. Да. Пятикратно переваренный кал. Да. И я решил записать похожее видео, но, как всегда, со своим мнением, нахуй никому не нужным. И со своей нестандартной позицией. Во-первых, да, это видео будет не про то, что, о, я изучал 10 лет программирования, чтобы рассказать вам о Big O Notation. Да, про анализы синтетической сложности. И не про то, что я прочитал в книге по Си для, там, самой базовой. Нет, потому что это хрень. Вы это изучаете в первый год. Это не за 10 лет. На самом деле, что я понял за 10 лет программирования, что программирование вообще не про код. Ты еще с ума сошел? Вот тут, на самом деле, чем больше я программирую, тем меньше я не то, что взаимодействую с кодом. А вообще моя мысль там не находится. Программирование — это анализ предметной области. Во-первых, программистов нет в общем. Это не ремесло. Вы программист, всегда предметный. У вас должна быть специализация. Если вы веб-программист, у вас своя. Если разработчик игр, у вас своя. И вся фишка в том, что как ты будешь при построении программы взаимодействовать со своей командой и с заказчиком условным. Даже если вы сами решили что-то сделать, у вас в команде появляется заказчик продукта, некий product owner. И что я изучил за 10 лет программирования, вот что самое ценное, что я имею на данный момент, это понимать свою сферу. Это уметь работать с требованиями, осознавать какие там есть проблемы. И во многом глаза на это открывает, допустим, такая прекрасная книга, как Triple D, Domain Driving Development от Эрика Эванса, который рассказывает как раз-таки, как писать код предметно. И такое магическое слово — продуктовый программист. То есть за 10 лет вы перестаете быть ремесленником, который задорачивает алгоритмы, который пытается какой-то плагин интересный для Visual Studio найти. Из этого вот ремесла вы становитесь продуктовым разработчиком, который разрабатывает не код, разрабатывает не программу, а разрабатывает продукт. Мне за эту разработку такую премию дадут. Ооо. И это самое ценное. И рекомендую вам идти именно туда, не пытаться заучить все алгоритмы сортировки. Это бред, это вам не понадобится. Не пытаться как-то углубляться в какую-то математику, потому что даже Data Science, даже Machine Learning, там прекрасные алгоритмы. Но это все тесно связано с бизнесом и продуктом. И вот такой вот крутой инсайд, что хороший программист — это еще и бизнес-аналитик. Как определить хорошего программиста? Как его отличить от плохого? Вот что, если ко мне придет человек и скажет, у меня 10 лет опыта, как мне понять, врет он или нет? Очень просто. Я его спрошу. Если у вас не будет четкого ТЗ, как вы на это среагируете? Он даст ответ определенный. Или даже можно такой вопрос задать. Вам придет детальное ТЗ по продукту. Как вы его начнете читать? На что вы обратите внимание? И неопытный разработчик скажет, что начну с самого начала, потом пройдусь по оглавлению и так далее. Будет рассказывать, как действительно он будет это читать. И только опытный вам скажет. Не хочется буквы читать. Картинки лучше, длиннее. Какие буквы читать? На кой это надо? А ТЗ, оно вообще нахуй тут надо. Вы чем занимаетесь? Вы типа из тех, из галер, которые пришло от ТЗ, кое-как сделали, сдали, подписали акты о закрытии работ, забыли о проекте? Потому что любой опытный разработчик, он продуктовый. ТЗ — это рудимент. Его не существует. Это миф. Это как вот женщин придумали маркетологи. Реально, такого пола не существует. Это все биороботы, которые и земля плоская, не знаю. Вы что, на шаре живете, что ли? Я просто каждый раз, когда рассказываю новичкам о том, что ТЗ не существует, они такие, да как тут не существует? Это же как вот, земля плоская — это бред. Женщин придумали маркетологи — это бред. Высадку на Луну записывал кубрик на студиях. И камнем вниз крыша дома... Вот это бред. Или не бред. Все-таки высадка на Луну была или нет? Я сам уже запутался. И то же самое. И для них звучит «нет ТЗ» — это тоже такой бред конспирологической теории. Но на самом деле это правда. Никогда ТЗ не будет. Любой опытный программист, он в agile итерациях через мейлстоуны копается с заказчиком продукта, работает с клиентами, пытается понять, о чем мы делаем, и реализует, соответственно, и пишет под это код. Потому что это самое важное, это самое ценное — создавать продукт. И программист погружен в создание продукта, потому что он, блять, его делает. Вот финальные решения остаются за программистом. Что бы ни было написано в ТЗ, чего бы не хотел заказчик, чего бы не хотели клиенты, финальное решение за программиста — как он напишет, так и будет. Это база. Бэйст. Это база. Это вот база. Если программист не понимает, что надо делать, он будет тактически принимать неверные решения. И в общем система будет иной, не такой, какой она должна быть. И да, это инсайт, что за 10 лет вы приучитесь работать без ТЗ. И вот первый вопрос, который бы я задал. В чем подвох? Неопытный разработчик говорит, без четкого ТЗ результат ХЗ. Ну, это бред, потому что у вас никогда не будет четкого ТЗ. Что такое четкое ТЗ? Это работающая программа. Возьмите код продукта, и у вас будет техническое задание, прописанное по пунктам со всеми деталями. Детальнее уже некуда. Вот это четкое ТЗ. Если вы хотите, чтобы за вас заказчик написал программу, и вы ее просто перевели из ТЗ языка на язык кода, это не программирование. Это в манке кодинг, это самое примитивное, тупое, что можно делать в жизни. Это быстро наскучивает. Настоящий разработчик, настоящий программист пишет ТЗ в своей программе. Программирование — это создание спецификации, это создание как раз-таки правил, по которым это все работает. И да, вы пишете ТЗ. И вы, получается, становитесь бизнес-аналитиком. Вы общаетесь с заказчиком, что вам надо, что вы хотите. И попутно, сразу же переводите это в язык программирования. А чтобы потом не путаться, и у вас как в херовом ТЗ не было, что в двух разных точках у вас одно и то же описывается по-разному, разный функционал, вы должны соблюдать правила проектирования, чтобы этого не возникало. Вот он, инсайт. Вот, вот, вы пишете ТЗ при общении с заказчиками на языке программирования. А чтобы ТЗ не выглядело тупо, не было нечетким, не было противоречимым внутри себя, вы должны хорошо писать код, чтобы этих противоречий не возникало. Очень удобно встать вот в эту дешевую позицию о том, что пришлите мне ТЗ, я кое-как реализую. Ну, вы просто переведете криво ТЗ со всеми противоречиями. Вот. Вот так вот. Не надо так жить, никто так жить не хочет. И этим отличается опытный программист от неопытного. Неопытный с широкой специализацией, хочет делать все и сразу. Хочет, чтобы ему прислали четкое описание, он кое-как это перевел, без понимания, как это будет поддерживаться, развиваться и так далее. Он не живет продуктом, он не живет в рынке, он не хочет этим заниматься. У него корона на голове. Он хочет реализовать алгоритмики, хочет, чтобы ему говорили, что делать, и он хочет жить в этом мире. А опытный разработчик, наоборот, ему не нужны вот эти четкие правила, ему не нужны ТЗшки. Есть сферы, где нужна проектная документация, нужны согласования. Но все-таки в большинстве разработки нет этого и не будет. Это не надо. И через 10 лет вы это поймете, что вы хотите жить своим продуктом. Вы хотите разрабатывать его в тесной связи с заказчиком, с клиентами. Вы хотите анализировать это все. Вы хотите систему не один раз написать, а развивать, поддерживать, изменять ее, удалять функционал, добавлять функционал, изменять функционал, чтобы продукт был живой. И вот это, вот это вот главное, мне кажется, программирование. Они вот этот бред про алгоритмы, про Big O Notation и прочую на уши вам ссать, что типа, я изучал 10 лет программирования, чтобы сказать вам, что C это важно. Не важно. Это не та хрень. Это бесполезно. Если вы это не используете, это не надо. Надо выкинуть. У психики есть хороший защитный механизм от всяких придурков. Если я что-то не практикую и о чем-то не разговариваю постоянно, я об этом забываю. Это нормально. Если вы сейчас сядете, изучите C, потом пойдете в свой предметный рынок, в свою предметную область, начнете делать сайты, вы через год про этот C забудете. Он нахрен вам не нужен. И если вы будете сейчас заниматься бестолковой деятельностью, изучать бесполезные истории, потому что это якобы квазикруто, вы это забудете. Ваша психика вас от этого защитит. Вы просто потратите кучу времени. Не тратьте. Выберите сферу, в которой вам интересно. Если вам нравится делать сайты, погружайтесь в диджитал маркетинг, погружайтесь в аналитику, как это все считается, какие блоки классно работают, какие не классно, как делать АБ-тесты, какие есть для этого фреймворки, какие есть подходы к дизайну, к типографии, как мне лучше разместить текста при программировании, как мне запрограммировать шрифты. Программирование шрифтов – такая специфичная история. Я говорю про растризацию векторной графики. Есть специальные веб-дизайне, программисты решают сложные задачи для визуализации, допустим, шрифтов. Вот это я подразумеваю под программированием шрифта, а не когда вы в CSS добавляете шрифт. Это очень важно. Я не... Стоп, не надо думать, что я болбарил. Только мама может думать, что это... Потому что, когда я в детстве под себя срался, я, простите, в детстве под себя срался. Как и все здесь, как и все здесь. Вы должны выбрать, чем вы будете заниматься. И туда погружаться. И развитие ваш, прогресс будет, когда вы будете понимать требования рынка, что он хочет. И, конечно, наращивать технические навыки. Все-таки вы программист, а не только бизнес-аналитик. Но технические навыки должны быть подкреплены внешними требованиями. Они просто придуманы вами изнутри. И вы до рынка диктуете, что вот так правильно и так надо. Так делать не надо. Если вы хотите больше узнавать про реально профессиональное, крутое программирование, а не от всяких инфо-цыган, от опытных людей, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. В нем я часто пишу разные статьи на тему, как вообще живет индустрия, реально живет. И обязательно подписывайтесь на YouTube-канал мой. Там я на нем не несу хрень. Я не перевожу бездумно зарубежные видео, выдавая, что я... Нет, ни хера подобного. Херни на моем канале не увидите. На этом все. Всем спасибо. До скорых встреч.